Приветствую вас! Давайте мы с вами разберемся с вашим текстом и, соответственно, выработаем рекомендации к дальнейшим вашим действиям. Значит, начинаете вы свой вопрос, собственно, с вопроса, где спрашивается, что делать, проблема во мне. Ну, для того, чтобы ответить вам на этот вопрос, для того, чтобы ответить вам на вопрос, что делать, нужно понять, чего вы хотите, то есть, что делать, чтобы что. Согранить отношения с данным молодым человеком, это одна история. Разобраться в себе, другая история, к примеру, научиться гармонии внутренней, это третья история и так далее. То есть, чего конкретно вы хотите? По своему тексту вы не написали, чего хотите. По своему тексту вы не озвучили, собственно говоря, того, что вам нужно. По своему тексту не совсем понятно, какова ваша цель. Это первое. Второе. Значит, по поводу того, проблема вас. Ну, вас ли проблема. На это я отвечу вам примерно так. Что... Что... Нет. Проблема не в вас. Точнее, проблема не только в вас. Потому что вы выбираете себе мужчин, таких, как их выбираете, в общем-то, совершенно не случайно. Но эти мужчины, они тоже вносят вклад в отношения, к примеру. И поэтому говорить о том, что проблема только в вас, на мой взгляд, было бы достаточно несправедливо по отношению к вам. То есть, получается, что в этом случае мы бы полностью возложили бы всю ответственность на вас за то, что происходит в отношениях. Вы, конечно, ответственны. Вы ответственны за те проблемы, которые у вас имеют место быть. Но ваша ответственность, она связана непосредственно только с вами и с тем, с чего хотите именно вы. Скорее, именно вы. Вот. А... Так что мужчина, мужчины, мужчины, которых вы выбираете, вот, тоже очень существенно влияют на то, как следуют ваши отношения. Поэтому проблема в любом случае не только, не только в вас. Потому что... Та модель... ...поведения... ...которую выбирают мужчинам... ...вот... ...а... ...она тоже, я бы сказал... ...не совсем... ...нормально. ...ээ... ...понимаете? ...вот... ...что если человек, у которого... ...все в порядке... ...к примеру, он, ну, не стал бы вести себя так, как ведет себя ваш... ...молодой человек. ...причем... ...не только... ...а... 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 ...в... ...как бы, уже в своей последней, негативной стадии. Ну, и на самом деле... ...ээ... ...ээ... ...в первой стадии, когда он еще пытался вас... ...скажем так... ...завоевать, да, когда он еще пытался вас... ...ээ... 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 ...вел себя, ну, не за... ...не совсем, я бы сказал... ...ээ... ...ээ... ...нормально. Вот. Но об этом... ...я тоже... ...скажу... ...ээ... ...по... ...тексту. Вот. Итак... ...ээ... ...ээ... ...я надеюсь, вы... ...поняли... ...эээ... ...мою основ... ...основную здесь... ...ээ... ...мысль... ...тексту... ...что... ...проблема... ...не только вас... ...проблема не может быть... ...только... ...вас... ...ээ... ...ээ... ...фэ... ...сээ... ...проблема есть... ...она безусловно имеется, но... ...эээ... ...проблемы создаете... ...вы оба... Вы оба создаете. И тут дело не только в вас. Другой вопрос, что самой по себе может быть проблемой тот факт, к примеру, что вы берете на себя ответственности больше, чем нужно. То есть, к примеру, вы не разграничиваете эту ответственность свою и ответственность, к примеру, другого человека. А ведь это на самом деле очень важно в отношениях, потому что без разграничения ответственности отношения строить, ну, в общем-то, практически невозможно. Потому что, коли вы, к примеру, позволяете человеку переходить границы вашей ответственности, а себе позволяете переходить границы его ответственности, что тут волей-неволей возникают, конечно, сложности и проблемы. Вряд ли, ну, вряд ли, может быть, как-то по-другому. Вот. Давайте мы с вами теперь перейдем к вашему тексту непосредственно. Исходя из того, как складывались все предыдущие отношения с мужчинами, сделал вывод, что, как только проявлял какие-то чувства к мужчине, отношения сразу сходят на нет. Ну, здесь непосредственно по данному моменту, на мой взгляд, хорошо высказался мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, да, по поводу того, почему у вас возникает такая ситуация, почему вы, вот, когда проявляетесь чувства, да, отношения начинают заканчиваться, заканчиваться. Здесь, мне кажется, мой коллега ответил вам очень, очень хорошо, вот, и я рекомендовал бы его рекомендации прислушиваться. Со своей стороны, могу сказать, что, может быть, может быть, вы и знаете, как складывались ваши отношения с мужчинами предыдущими, но этого не знаем мы. Поэтому, я думаю, что, если вы хотите действительно разобраться в себе, в своей проблеме, то гораздо правильнее, прагматичнее, эффективнее было бы, если бы вы, к примеру, на консультации с психологом, да, рассказали бы историю своих отношений, чтобы мы знали, какие вы строили отношения, чтобы мы знали, как вы себя там вели. Потому что вы говорите, что, если вы говорите, что, вот, исходя из того, как развивались мои отношения, да, это означает, что у вас уже имеется определенная модель, определенная модель поведения, определенная модель отношений. И эта модель отношений как бы вынуждает вас вести себя каким-то, ну, определенным образом. То есть, может быть, может быть, вы этого уже сами не хотите. Но, поскольку какие-то вот неблагоприятные ситуации, неблагоприятные последствия повторялись несколько раз, да, и повторялись они, они, ну, случайно, да, там, не случайно, неважно, неважно, они повторялись, что вы, возможно, боитесь их. И именно для того, что вы их боитесь, они повторяются, потому что страх – это инверсивное желание. Короче говоря, основная идея здесь в том, что если у вас что-то повторяется несколько раз, да, то здесь уже, соответственно, нужно разбирать именно ваше паттерное поведение, а не говорить о чем-то отдельном и частном. Ну, вот. Дальше. Эм, так. Как только проявляю какие-то чувства к мужчине, отношения сразу входят на нет. Ну, опять же, как сказал мой коллега, и сказал мой коллега довольно правильно, что очень важно, как вы эти самые отношения, чувства проявляете. То есть одно дело, если вы проявляете чувства, ну, скажем так, позитивным образом. То есть когда вы проявляете свои чувства, как, к примеру, как самобытный, как уверенный в себе человек, одно дело, когда вы проявляете чувства, направленные на другого, что есть, ваши чувства, они направлены на другого человека, и ваши чувства, они преследуют цель сделать другого человека счастливым. То есть вы ориентируетесь на него, на человек, но при этом, при том, что вы ориентируетесь на человек, при этом вы цените себя, и при этом вы любите себя, себя. Это одно дело, и один момент. Но если вы проявляете чувства, к примеру, через нужду, то есть если вы выражаете свои чувства исключительно, как какую-то потребность, как какую-то необходимость, вот, то это мотивирует партнера на то, чтобы считать вас слабым, на то, чтобы считать вас уязвимым, на то, чтобы считать вас ниже его, хуже его, и так далее. И в результате появляется такое вот отношение к вам. Поэтому опять, опять, я не знаю всех деталей, не знаю, и не могу знать всех деталей, но я полагаю, что дело здесь не в том, что когда вы проявляете чувства, отношения сходят на нет, а дело здесь в том, какие чувства вы проявляете, и как вы их проявляете. Вот это действительно важный момент. Именно от того, какие чувства вы проявляете, и как вы это делаете, зависит от вашей отношения, а не от того, что вы начали проявлять чувства, и все. И сразу все стало плохо. конечно, многое зависит от того, как вы позиционируете себя ранее, ну, как вы позиционируете себя непосредственно перед тем, как проявляете свои чувства. многое зависит от того, насколько вы меняетесь. О чем, кстати, так же сказал мой коллега, вот, возможно, не так подробно, как я, но сказал. Такой вывод можно сделать из его ответа. Дальше вы пишите отношения сразу входят на нет. Понимаете, отношения не могут не могут сойти на нет в принципе. То есть если отношения есть, если отношения имеются, если отношения хорошие, если отношения здоровые, то на нет они сойти не могут никак. Почему? Потому что людей что-то связывает. Почему? Потому что у людей есть что-то общее. Потому и отношения на нет сойти не могут никак. Если отношения сходят на нет, значит, людей мало что связывалось. Если отношения сходят на нет, Значит, люди друг друга, такими, какие они есть, не видят. Они видят себя, ну, как-то иначе. К примеру, они видят себя так, как хотят видеть. Ненастоящими, что значит, что значит, понимаете? И тут, конечно, очень важно обратить внимание на то, какие модели поведения вы для себя, к примеру, со стороны мужчин, считаете, допустим, приемлемыми, приемлемыми. Вот. Потому что, ведь именно от этого зависят ваши, ну, зависят, зависят будущие ваши отношения. Именно от этого зависят то, как развиваются ваши отношения. Выживить, ну, не любое отношение к себе принимать, а только какое-то определенное. Вот. Почти год назад, пишите вы, познакомилась с парнем. Мне 27, ему 26. Меня только бросил бывший парень, как это можно сейчас называть, невротические отношения. На самом деле, на самом деле, нет никакой связи между тем, что вас бросил парень, и тем, что у вас невротические отношения. Вот, на самом деле, абсолютно никакой связи между этими двумя моментами нет. Потому что невротические отношения, это одна история, и один момент. А то, что вас бросил парень, это другая история, и абсолютно, абсолютно другой момент. Гораздо важнее то, как вы восприняли то, что он вас бросил. Гораздо важнее то, что вы планировали делать дальше, после того, как он вас бросил. Гораздо важнее то, были ли вы одна. То есть, была ли у вас возможность побыть наедине с собой, к примеру, собраться с мыслями, там, ну, поразмыслить, да, может быть, обратить внимание на какие-то важные моменты, касающиеся именно вас. То есть, ну, вот, именно того, что вы хотите, того, что вам, к примеру, ценно и важно. Или вы сразу из одних отношений, по сути, перешли в другие, другие отношения. Пускай это даже не отношения как таковые, пускай вы там, ну, в как таковых отношениях, может быть, и вы не находились, да, как таковые отношения, может быть, вы и не начинали. Но, тем не менее, тем не менее, если вы уже с кем-то взаимодействуете, то, значит, это отношения. Так или иначе. Поэтому, очень важно этот момент понять, были ли вы вообще одна, бывали ли вы одна. Дальше было тяжелое время на работе, куча проблем. Понимаете, Кристина? Опять же, мой коллега упоминал о том, что вы находитесь в позиции жертвы. Так вот, то, что у вас было много проблем, скорее показывает, скорее демонстрирует, то, что ваша жизнь, она не упорядочена, она не гармонична. То есть, в ней есть моменты, моменты, которые вам, к примеру, не подвластны по той или иной причине. Ну вот, не подвластны. Да, то есть, у вас куча проблем, проблемы на работе, то есть, это все достаточно серьезно. Это все достаточно серьезная история. Ну вот. Вопрос в другом. Как я, ну то есть, вы, относитесь к этому. Как вы воспринимаете это? Понимаете? и решаете ли вы проблемы сами свои, вот эти, которые возникли? Или ждете, хотите, чтобы за вас их кто-то решил? Я полагаю, что это очень важный момент. Здесь, вы как будто жалуетесь, вы говорите, что на работе проблемы, да, так, так, было тяжелое время на работе, куча проблем. Вот. Вы как будто жаловались и говорите, вот я попал в трудную ситуацию. Ну так, Кристин, раз вы попали в трудную ситуацию, то, то вам же из этой трудной ситуации и выходить. То есть, какое это отношение, грубо говоря, какое это отношение, грубо говоря, имеет к тому, что, что у вас, там, к примеру, да, у вас там не ладится отношение с молодым человеком. Новый парень, весь этот сложный период был рядом, поддерживал, красиво ухаживал, да, пока я буду готова к серьезным отношениям с ним. Понимаете? На мой взгляд, вы совершаете здесь ошибку. Ошибку, довольно распространенную. Связана она с тем, что вы считаете, что, если человек находится с вами в трудную минуту, да, вот, это означает, что он будет с вами всегда. на самом деле нет. Как человек находится с вами в трудную минуту, а как человек находится с вами в, к примеру, счастливую минуту, ну, в счастливое время, что, вот, везде возникает так или иначе перекос. Что это значит? это значит, это значит, что молодой человек, к примеру, да, был с вами, как вы говорите, в трудную минуту, это означает, что он вас поддерживал. поддерживал. Но, если человек вас поддерживал, это означает, что он тратил на вас свои силы. Если он тратил на вас свои силы, это значит, что потом он обязательно будет требовать, скорее всего, какой-то, ну, компенсации, какой-то, какого-то возмещения. Это элементарно здесь. То есть, люди, да, это довольно редко, почти никогда не делают ничего просто так. Вот. Знаете, какая-то история. То есть, здесь вы по какой-то причине позволили мужчине быть рядом с вами, позволили ему помогать, поддерживать, ухаживать и ждать вас. При том, что значит, вы переживали расставание с молодым человеком своим, вот, другим, с которым у нас были отношения. Это все значит? Что это означает? Это означает, что по факту вы реализовывали свои попрепности. Вот. и все. То есть, вы делали это, потому что вам так хотелось. Я вас не обвиняю. На самом деле, я думаю, что вы делали это, потому что вам это было нужно. и никто вас обвинять в этом не будет. Но такие отношения уже на самом деле нездоровые, потому что уже тогда мужчина пытаясь скажем так, вас облагодетельствовать, он ставил себя выше. Выше вас. Вот. Ну, он ставил, простите, себя выше. Себя выше вас. Ему это нужно было. Нужно было. Вот. И он ошибался, что он будет для вас что-то делать, 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 делать. И в какой-то момент вы просто оказываетесь перед необходимостью что-то делать для него. По сути дел. А хорошо ли это? На мой взгляд, конечно же нет. на мой взгляд это нехорошо. Для отношений такая история очень вредна. Дальше. Мне мне же было на него честно все равно было приятно его внимание, но взрыв я его не воспринимал в голове, его еще был бывший. Почему же тогда вам было приятно его внимание? Почему же тогда вы не сказали ему что дорогой извини как бы мы с тобой вместе сейчас не будем не можем быть. Вот. Вы же ему этого почему-то не сказали. Вот. Вы же продолжали условно говоря там ну грубо говоря да, вы продолжали дарить ему надежды. То есть человек, мужчина продолжал жить надеждой, ожиданием. Вот. Понимаете? вы этого не сделали потому что у вас были какие-то свои веские возможно на это причины да, причины так к примеру не поступают. И причины эти могут быть только одним вашими желаниями какими всего-то. спустя месяц возобновила отношения с бывшим но иного друга не отпускала продолжала общение. Зачем? Для чего? Понимаете? По сути по сути с бывшим молодым человеком тогда вы уже расстались. По сути дела. С бывшим молодым человеком тогда вы уже расстались. вы просто рассматривали вероятно нового мужчину вот нового друга как вы его называете хотя это ну конечно же не друг. Вот. Вы рассматривали его как запасной вариант для себя. Вот. Именно поэтому вы его и не отпускали. Именно поэтому вы его и ну именно поэтому вы продолжали с ним общаться. Вы продолжали с ним взаимодействовать. Вот. это очень что доверять ande что kee как поэтому он Он вас бросал, раз он вас бросал, то, соответственно, вы как бы чувствовали, что, ну, больше человеку доверять вы не можете, вот. Но продолжали все равно с ним в отношениях находиться, то есть еще раз позволили быть себе с бывшим, почему, почему, как бы захотелось. Вот, я уверен, что когда вы были с бывшим, когда вы, ну, когда вы, вот, возобновили с ним отношения, возобновили отношения с бывшим мужчиной, вот. Я уверен, что вы никаких решений, вот именно решений никаких принципиальных не выработали. То есть вы не обсуждали, там, к примеру, почему вы расстались, вы не обсуждали, к примеру, почему у вас ничего не получается, вы не работали, короче говоря, над отношениями. Вот, вы просто, ну, просто, вот, вот, просто, вот, обновили отношения и все. Вот. И вы сделали это именно потому, что были такие ваши желания. Ваши желания были такими, вот. Вам чего, вам что-то было нужно. Опять же, я не обвиняю вас в этом, но я говорю, что это и есть неврактические отношения. Невротические отношения не потому, невротические отношения проявляются не в том, что вас бросает молодой человек. Само по себе наличие или отсутствие невротических отношений это не подтверждает. Невротическими делает отношения не поведение партнера на самом деле, а невротическими делает отношения ваше поведение, поведение самого человека. Вот. То есть, если вы, грубо говоря, в отношениях пытаетесь реализовать какие-то свои желания, какие-то свои потребности, то вот это и есть неврот. Понимаете? А то, что вас молодой человек бросил. Это не неврот. Люди расстаются, это нормально. Другое дело, что вы считаете, что соль нас бросил, это уже другая история. Так, три месяца таких двойных отношений, если это можно так назвать, никто не знал друг о друге. Ну, здесь, по сути, вы использовали уже двух людей. Опять же, для себя, для своих же целей. Вот. Я понимал, что нужно сделать выбор. Вот. Что говорит, опять же, о том, да, что вы именно должны сделать выбор. То есть, это именно выбор. Это не понимание того, кого я люблю, к примеру. Это именно выбор. О чем я и пытаюсь вам сказать. Что будь у вас чувство, вопроса выбора бы не стоял. Его безначально не стояло выбор. У вас бы такой ситуации даже, в принципе, не возникло, если бы у вас была любовь. А так, есть выбор. А выбор возникает всегда, когда человек выбирает тот, кто ему комфортный. Когда человек пытается, вот он прямо, знаете, он прямо пытается подобрать себе наиболее, ну, наиболее комфортную позицию, скажем так. Вот. А ее нет. Потому что здесь, в данном случае, комфортная позиция ваша зависит только от мужчин. Или более глобальная от людей. Других. Не от вас самой. Но и выбор вы тоже не делаете, потому что говорите, что все решилось само собой, парень бросил. Ну, бывший парень бросил. Если я могу поспорить, что вы знали о том, что он вас бросит. Если я могу поспорить, что вы знали о том, что бывший парень вас рано или поздно бросит. И именно поэтому, именно поэтому вы не делали свой выбор. Именно поэтому вы тянулись с выбором. Потому что знали, что бывший парень все равно вас бросит. Вот. Выбора делать вы не хотели. На самом деле, тот факт, что вы не хотели делать выбор, ну, это на самом деле довольно... Серьезно, довольно печально, потому что отсутствие возможности сделать выбор. Это, по сути, отсутствие проявления личностных качеств, отсутствие проявления личностной активности. Вот. А это, в свою очередь, говорит о том, что... Ну, возможно, не говорит, что это факт, но, возможно, вы всегда ищите легкие пути. Вот. Вы боитесь брать ответственность на себя, боитесь совершать какие-то действия там и так далее. Если это так, то это тоже является проблемой, и это тоже является, эээ... Ну, одним из симптомов, симптомов, эээ... Возможного невроза вашего, да, ну, не отношений. Ну... Дальше. Я решил попробовать новые отношения с парнем, которые четыре месяца пытался безуспечно меня добиться. Опять же, да, то есть вы здесь, эээ... По факту, вот, по факту, по факту, эээ... Вы здесь, эээ... Не находитесь одна. То есть вы не, эээ... Не побыли одна. Да. Вы сразу из одних отношений впрыгнули в другие. Вы говорите «попробовать отношения». Вот. Ну, опять же, вы меня, конечно, извините, да, может быть, я слишком... Эээ... Резко выражаю. Но что это значит «попробовать отношения»? Вот что это значит «попробовать отношения»? Как можно отношения пробовать? У вас либо есть чувство к человеку, и вы хотите что-то для него делать, либо нет чувства к человеку, и вы не хотите для него ничего делать. А когда говорят «попробовать отношения», то мне это звучит так, что... Эээ... Мне одно некомфортно, по той или иной причине. Мне одно тяжело, по той или иной, ну, по той или иной причине. Я хочу вот попробовать. Хочу вот попробовать, а вдруг у меня что-то получится с ним? Не получается что-то, а вдруг? Вот. Ну, не получается что-то, а вдруг? Отношения строятся именно благодаря потребности, желанию человека делать что-то для другого. А вдруг не работает? Вот. С другой стороны, с другой стороны, если вы оказываетесь в этой ситуации, если вы попадаете в ситуацию, когда вам некомфортно, к примеру, быть одной, или когда вы не бываете одна, об этом стоит поговорить подробнее. Почему вы не можете быть одной? Боитесь ли вы одиночку, к примеру? Ну и так далее. Вот. Если, к примеру, вы в отношения вступаете, да, то зачем? Для чего? Эээ... Чего вы хотите? Может быть, вам там что-то нужно, может быть, вы в чем-то нуждаетесь, может быть, для вас отношение имеет какое-то особое значение. И так далее. Но нужно вот это вот, эээ, так или иначе, эээ, понимать для себя. За это время он и в любви признался, он говорил, что я та самая девушка, которой он ждал всю жизнь, а в итоге он сразу предложил жить вместе. Ну, смотрите. Это к вопросу о том, эээ, у вас ли проблема. Эээ, мужчина, зная, что вы, собственно, в отношениях, да, ну, с другим человеком находились, зная это, эээ, мужчина вас ждет, мужчина вас, эээ, ожидает, и мужчина признается вам в любви, и говорит, что вы та самая девушка, которая ждала всю свою жизнь и предлагает сразу жить вместе. То есть совершенно очевидно, совершенно очевидно, что человек торопится. Совершенно очевидно, что вы ему нужны. Вопрос в том, для чего вы ему нужны. Зачем вы ему, вы, вы ему нужны. Я уверен, что если, эээ, вы вспомните, тогда, эээ, как он говорил вам, ну, какие слова он говорил, то, то, эээ, эти слова будут звучать примерно так. Так. Эээ, что он, ты мне нужна, я без тебя не могу, ты самая лучшая, что-то вроде этого. Это не признание в любви, Кристин. Вот. Он говорит, что он ждал девушку всю жизнь, то есть вы нужны ему. А для чего он ждал девушку, чтобы что? Хороший вопрос. Эээ, в итоге он предложил, эээ, предложил жить вместе. Я не соглашалась, эээ, для меня это был совсем новый и неизвестный уровень отношений, но спустя две недели стали привозить вещи к нему. Кристина, по какой причине у вас такое противоречие? Вы говорите сперва одно, потом другое. Вы говорите сперва, эээ, что вы не будете, эээ, ну, с мужчиной жить. К примеру, и это как бы достойно уважения. Ну, это ваш выбор, это ваша позиция и, как бы, ну, хотите вы, например, человека получил, ну, да, право ваше. Хотите вы, эээ, получше понять, эээ, что за человек перед вами, к примеру. Опять же, право ваше. Но, если вы такую позицию для себя выбрали, то, если ее нужно придерживаться. А если вы говорите, что вы не соглашались, а через две недели начинаете привозить к нему вещи и даже не объясняете, почему вы это делаете, то есть что изменилось? Что-то же изменилось, очевидно, но что изменилось, непонятно. Кто-то говорит о том, что ваша позиция, как минимум, непоследовательна. Понимаете? И если ваша позиция непоследовательна, то как ей можно верить? Если ваша позиция непоследовательна, как ее можно воспринимать всерьез? Как вас можно воспринимать всерьез? Самое, что, эээ, главное. Понимаете? И таким образом, благодаря таким действиям, вы создаёте у человека образ, вот именно, ну, именно свой образ, как человека, может быть, и привлекательного, может быть, человека интересного, может быть, человека нужного, но непоследовательного. И самое главное, самое главное, вас можно переубедить. Вот это самое печальное. Вот. Вас можно очень легко переубедить. В своей позиции у вас нет. Как таково. Ну, по крайней мере, так видят, видят это, собственно, другие люди. Мужчины, к примеру. В первые три месяца было всё отлично, пишите вы. Он ради меня готов был сделать всё, и даже без секса в отношениях, он с пониманием относился и ждал месяц. Ну, ему было интересно, да, ему нужно было вас завоевать, он вас завоевал. Меня не тянуло к нему, мне было просто комфортно с ним. И... И... Мужчина это чувствовал. Мужчина чувствовал, с одной стороны, что вам с ним просто комфортно. Мужчина чувствовал, что вы холодны. Мужчина чувствовал, что вы его используете. И у него была цель вас зажечь. У него была цель, в буквальном смысле, вас зажечь. Он вас и зажигал. Но когда в отношениях цель зажечь... Вот. А можно ли сказать, что за этим кроется принятие человека? Вряд ли. Ведь зажечь люди хотят для себя. Мужчина хотел вас зажечь для себя. Потому что если бы... Он бы не хотел вас зажигать. К примеру. Ну просто к примеру. Он не хотел бы, если вас зажигать. Вот. То он бы просто... Принял бы вас вот... Такой... К примеру... Какая вы есть. И все. Ну вот, да. Я знаю, что ты... Ну не очень меня любишь. Как бы... Как бы... Ну и ладно. Вот. Я тебя... Принимаю такой... В принципе... В принципе... Я готов... Готов... С тобой... Ну... Строить отнош... Отношения... Такие. Вот. Меня это не останавливало. В принципе. К примеру. Вот. И все. Но он и этого не... Этого не сделал. Что... Что... А... Является здесь... А... Ключевым моментом. Он наоборот. Он всеми силами пытался вызвать у нас любовь. Хотя, если бы это были равноправные отношения, я бы сказал. Ну мы живем вместе. Живем вместе. Ну давай надо. Нам этим сильнее. Понять. Да кто там говорит. Мужчина... Мужчина вам... Не предложил бы жить вместе. На самом деле. Если бы... Ну... Если бы... Он бы понимал вас адекватно. Но вы все это принимаете. Вы все это принимаете. Вы все это приняли. Почему? Вот вам это было нужно. Для чего? Ну... Дальше. А... Так. Меня не тянуло к нему. Было просто комфортно с ним. А зачем тогда вы были с ним? Если вопрос был комфорт. То есть вы его использовали. Как вы к этому относитесь? Вот. Мужчина чувствует, что вы... Ну любой человек чувствует, когда его используют. Так раз в квартире стена, сюда, которой хочу я. Хочу котенка купил. Не хочу готовить. Не готов. Поеду в ресторан. Борьков всегда занимался местом. Это вот такое откровенное завоевание у вас. В общем, от него я чувствовал и любовь, и внимание, и ту заботу, романтику, которую я всегда хотела получить от мужчины. А вот это, вот это, уже интересно, вы чего-то хотите от мужчины получить. Вот здесь невроз проявлялся. Это он и есть. Знаете, вот это и есть проявление невроза. Как раз таки, что вы хотите получить чего-то от мужчины. Романтики, любви, внимания, заботы и так далее. И мужчина знал это. Он знал, что вы хотите этого. Он понял, что вы в этом хотите. Ведь вы это не отвергая. Вот здесь, в этом, и проявляется ваша зависимость. То есть, иными словами, вам, вам, не хватало любви к себе. Вам не хватает любви, внимания к себе, заботы к себе, чувства собственной значимости своей. И поэтому всего вы этого хотите получить от мужчины. И именно этот момент делает ваши отношения созависимыми. Потому что вы неравноправный партнер в отношениях. Сперва вы, допустим, не верите, не верите, не верите, не верите, не верите. К примеру. К примеру. Ну. То, что вам могут дать этого. То, что вы хотите. К примеру. А потом. Когда вы это получаете. Когда вы привыкаете к этому и получаете это. Вот. Вы начинаете бояться это потерять. И когда вы начинаете бояться это потерять. Появляется любовь. Точнее. То, что вы называете любовью. Появляется привязанность. К человеку. Появляется потребность человека, которую вы расцениваете. Рассматриваете. Как любовь. Хотя. На самом деле. Любовью это. Как и. Сказал. В общем. В общем. Мой коллега. Да. Любовью это. Не является. По той простой причине. Что. Любовь. Любовь не говорит. Нужна. Любовь не говорит. Дай. Любовь говорит. Возьми. Любовь. Говорит. На. Понимаете. В этом и ключевой. Ключевой момент. Как вопрос? Как давно, а может быть, и всегда, вы нуждались во внимании, работе, романтике, любви. Каждые выходные я всегда сбегал от него к подругам, а он ждал меня до ночи, я видел, что ему неприятно, он говорит, что хочет проводить выходные вместе, что хочет в нормальных отношениях, что уверен в своих чувствах. Но опять, вот ради чего человек терпит? Вы видите, что ему неприятно. Что это означает, что ему неприятно? А если ему неприятно, это означает только одно, что в вашей позиции человек не принимает. Он не считает, к примеру, что вы можете, допустим, проводить время с подругами. А ведь это нормально, с подругами проводить время. Это абсолютно нормально, это ваш досуг, это ваше, как бы, ну, время. Но ему это неприятно. Значит, он отказывается это принимать. И если он отказывается это принимать, значит, он не принимает вас. А значит, он любит не полностью вас, а только то, что ему нравится, то, что ему нужно, то, что ему интересно, то, что ему привлекательно. Но он терпит. Вот и все. Да и вас не насторожило, что ему неприятно, но все равно сломает. В конце марта тогда даже звал замуж. А мне и так было комфортно, меня все устраивало. Ну, опять же, да, здесь вы, как бы, проявляете свой расчет. Статки изменились. В марте он узнал, что я общаюсь с бывшим, параллельно с ним. Плакал даже, что любит меня, а я так поступил и с ним врала. Но сильно на наши отношения это не повлияло. Забыл обо всем и оставлю их просто. Нет, нет, это не забыли, понимаете, это не забыли, не забыли. Если вы не выработали никаких отношений, если мужчина не принял решение, к примеру, от вас уйти, значит, ему это было, опять-таки, для чего это нужно. И вопрос заключается в том, для чего. Вопрос заключается в том, почему, насколько ему это было нужно, что он готов был терпеть даже это, чтобы общаться параллельно еще с другими мужчинами. Ну вот, насколько он готов был заинтересован, насколько вы ему были нужны. Опять же, нужность, это не любовь. Просто, чтобы вы понимали. Нужность это не любовь, нужность это другая история. Дальше. Так. В апреле стали появляться чувства. К нему сказалось, что люблю. И с его стороны постепенно стало меняться отношение. Понимаете, вот здесь вы не раскрываете очень важного момента. А именно, вот вы говорите, что, вы сказали, что, ну, ну, что вы, что вы любите его, признаюсь, что ему влюблю, так? Но, поменялось ли ваше, к примеру, поведение? Если поменялось ваше поведение, к примеру, то как поменялось ваше поведение? Если, если поменялось. Потому что я не уверен, что дело ограничилось, вот, ну, только тем, что вы признались ему в любви. Дальше, вы признались ему в любви, ваше поведение как-то изменилось, и он понял, вы его. А значит, можно расслабиться теперь. А значит, все, что он делал для вас в ущерб себе, теперь он будет восполнять в троекратном размере. А возможно, он всегда такой-то такой был. Понимаете? Возможно, человек всегда был таким, возможно, человек всегда хотел этого, и всегда вел себя, ну, именно так. Просто не позволял до поры до времени себе так поступать. Вот. Дальше. Назал запрет ходить в клубы и бары с подругами. Вот интересный момент. Да? Вы позволяете человеку запрещать себе ходить куда-то. Ну, куда-то. Да, то есть, вот, например, в сто-ч-бар, да, и так далее. Почему? Почему? Почему вы позволили себе запретить это? По какой причине? А я скажу, по какой причине. А причина, причина-то на самом деле вся та же, в общем-то. Теперь, когда у вас есть то, что вам нужно, теперь, когда у вас есть то, что вам необходимо, вы не готовы с этим расставаться. Вы боитесь это потерять. И ради этого вы готовы на все, в том числе и даже на запрет. Ну, на, точнее, не запрет, а на принятие запрета. На принятие запрета. Вот. Но, что значит принятие запрета для другого человека? Для другого человека, принятие запрета, с одной стороны, означает, что вы готовы ему подчиняться, а с другой стороны, он, чем дальше, чем больше видит вас, чем дальше, тем больше он видит вас, себя. А это, поверьте, никогда не может быть приятно. То есть, никогда, всегда неприятно видеть в другом человеке себя. А именно это происходит, когда люди начинают друг другу подчиняться. Ведь подчинение, это, ну, по какому, собственно, принципу работает? Я сказал, ты сделал. И я вижу, вижу, как реализовалось то, что я сказал. И я понял, что, я чувствую, что это я, это и есть моя активность, это неприятно. Именно поэтому мужчина от вас отдаляется. То есть, чем больше вы ему подчиняетесь, чем больше вы делаете то, что нужно ему, а не то, что нужно вам, тем больше мужчина видит вас самого себя. И тем меньше ему приятно находиться с вами. Но позволить вам, к примеру, делать то, что, допустим, ну, то, что вы хотите, да, то, что вам хочется, он не молит. Потому что у него есть страх, у него есть страх, он же вас завоевал. Ну, завоевание, это не принятие человека, а завоевание, это именно завоевание. Вот. Завоевание предполагает постоянное удержание человека. А удержание, это, соответственно, камбрель и причинение. Вот, вот так. Дальше. Потом и вовсе запрет общаться с лучшей подругой. Ну, ты все понароставишь. Потому что все больше и больше нужно. Как он говорил, он мужчина, он и будет принимать решения в отношениях. Да, окей, он и будет принимать решения в отношениях. Но имеет ли право он принимать решения в отношениях по вам? В том, что делать вам? Я думаю, что нет. Я думаю, что он не имеет никакого права такого рода решения принимать. А как считаете вы? Дальше. Я отказалась от наших развлечений и проводила выходные с ним, как он хотел. Ну, то есть все больше и больше походили на него. Я даже была счастлива в этот момент, несмотря на то, что он ставил предо мной выбор, либо он, либо подруги правильно, потому что вы наконец получили то, что вы хотели. Но временно. Уже появились частые ссоры, за которых я стал говорить, что соберу вещи и уйду. Здесь вы повторяете классические сценарии жертвы. С одной стороны, вы не берете ответственность на себя за то, что говорите. Ну, то есть просто ответственность никакой вы на себя не берете. Вы сказали, что я соберу вещи и уйду, к примеру. Но не учли. Все, доверия к вам никакого нет. Все, доверять вам больше нельзя. Ну, нельзя вам доверять. Ведь вы сказали и не сделали. Кто вам поверит? Это первое. И второе. Это, ну, конечно же, манипулянт. То есть вы манипулировали. Угрожаете. Вот. А угроза это такое достаточно сильно действующее средство. Вот. Которое вначале действует хорошо, а потом на него уже просто не обращаешь внимания. Вот. Почему вы так делали? Для чего вы так делали? Далее. Не менее важный момент. Ссоры. Ведь ссоры не были бы возможны, если бы не вы. То есть если бы не ваше участие в ссорах, их бы не было. Но почему-то вы в этих ссорах участвуете. Давайте разберем. Из-за чего начали ссоры и из-за чего ссорились лично вы. Лично вы почему ссорились. Это важный момент. И его очень важно разобрать и рассмотреть. Дальше. Так. Быстро мирились. Обещали друг другу идти на компромиссы. Обещание это по сути. Как так. Как бы вам так сказать. Обещание это хорошо. Но обещание это не решение. Скажем так. То есть обещание это не выработка каких-либо решений в отношении. То есть вы обещаете на компромиссе. Окей. А компенсация какая? Окей. А что взамен? Ну взамен компромиссом. Что? А ничего. Получается. И будут такие отношения развиваться? Конечно нет. Делать все, чтобы мы были счастливы. Но это опять да. Кто делает все, что именно делает, что нужно для счастья. Непонятно. Каждый человек знает сам, что ему нужно для счастья. Каждый сам это знает. Другой человек не знает. Он может дать то, что у него есть. Но счастливым другого это не сделать. Может быть он может сделать более счастливым. Но счастливым не сделает. А если сделает, то это зависит. Может мой воспаленный мозг снова стал искать тех невротических отношений, в которых я была последние три года. Может быть. Но для чего? Для чего вам это? Зачем вам это? Понимаете, какая история? Вам это нужно, чтобы что? Чтобы, к примеру, избегать отношений? Допустим. Понимаете, какая история? То есть нужно отыскать смысл того, для чего вы так делаете. Нужно отыскать смысл того, зачем вы ищите тех самых невротических отношений для себя. Вот. И, тогда выйдет все понятно. И самое главное, что искать отношений вы не будете. Таких больше. Как правило, это страх близости, страх будущего. Неопределенности и, соответственно, отсутствие своей собственной четкой системы ценности и четкой модели поведения. Мне это стало казаться, что он меня разлюбил. А что это значит для вас? То есть может быть и разлюбил. А для вас это что значит? Ну разлюбил и разлюбил. А дальше что? Сразу задерживаться на работе, я злилась и обижалась на него по поводу и без. А из-за чего вы обижались на него по поводу и без? Обиды, ведь это завышенное ожидание. Чего мы ожидали? Чего мы хотели? Вероятно, в световозе. Внимание, любви, романтики. Вот. Вот и все. Нам это нужно. Если раньше в тишине дня он писал, спрашивал, как дела, сейчас даже дома вечером не спросят, как прошел день. А вот здесь уже речь идет о том, что вам не хватает внимания. Здесь идет речь о том, что вы стали от него уже требовать того, что вам нужно. Ну а он по тем причинам, которые я описал выше, этого делать уже не хочет. Если раньше интересовался всем, что у меня в жизни происходило, сейчас мы тактически не разговариваем. Потому что ему не интересно. Он стал гулять по клубам без меня, наручив свое обещание. Опять же, если бы вы не были мотивированы своими повредностями, вы бы поняли, что подобные обещания абсолютно невыполнимы. Люди не дают таких обещаний. По крайней мере, адекватно здорово настроены по отношению к партнеру. Стали звонить и писать какие-то непонятные девушки. Почему непонятные? Это те девушки, с которыми мужчина стартует. Это те девушки, которые не подчиняются ему, которых он не видит сам себя. Раньше, если он виделся с друзьями, быстро возвращался домой, никогда не задерживался, сейчас говорит, что устал и хочет сказать. Все правильно. Подносит самые причины. Он считает, что это нормально. Ну, для него, для него это может быть и нормально. Но на самом деле, конечно, нет. Ссоры теперь практически каждый день. Смотрите, ну, здесь вот вы пишите о том, да, что вы ссоритесь, но, простите, ведь в ссорах участвуют и вы. И если бы вы не участвовали, то ссор не было бы. Поэтому определите, определите, пожалуйста, почему ссоритесь именно вы. Мне нравится то, что ссоры каждый день, мне ссоритесь. Безконфликтному общению вас можно научить. Теперь во мне его не устраивает все. Он требует, чтобы я каждый день готовил новые блюда, убираюсь, еще и похудеть на мне жалобы. Ну, соответственно, насколько он вас идеализировал раньше, теперь он вас обесценивает. Понимаете, это детская позиция. Детская позиция. Чем сильнее что-то идеализируется, тем сильнее потом что-то обесценивается. Вы, вы, грубо говоря, покупаетесь на идеализацию, потому что вы нуждаетесь в ней. Но вы не готовы платить ту цену, которая идет за идеализацией. Так вы думаете, что идеализировать вас будет всегда? Нет. Идеализировать все время нельзя. Ну и все это происходит, потому что пошел, по сути, необратимый процесс. Да, этот мужчина, он начинает строить вас по своему образу и подобию, бояться потерять. Но в то же время, чем больше у него это получается, тем меньше он теряет к вам интерес. Но остановиться уже не может. Он требует так. Позволять грубое и хамское общение со мной? Нет. Это вы позволяете грубое и хамское общение с вами. Здесь треугольный карп на все, как сказал мой коллега. Постоянные шутки про наставание, про каких-то других девушек. Здесь мужчина говорит о том, что для него актуально на, возможно, бессознательном уровне. На бессознательном уровне ему действительно нужны другие девочки, потому что с вами он себя мужчина уже не чувствует. Говорит, что мне это неприятно, уйду, ему пофигу. Но опять же, вы можете сказать, что ему неприятно, но если вы говорите, что уйдете, то либо уходите, либо нет. А так вы еще больше себя обесцениваете. Позвольте такой вот безвкусной манипуляцией. Говорит, не пугай меня своим уходом. Правильно, сейчас вы же не реализуете свою угрозу. От меня постоянно требует показать. Телефоны, все трепетки, с кем общаются. Выходите в зону, я могу только на работу или по согласованию с ним. Ну и социальный контроль, правильно? Все правильно. Спрашиваю его напрямую. Мой знаменатый остаток. Говорит, любит, нужна, но в отношениях ему тяжело. Ключевое слово здесь нужно. Вы ему действительно нужны. Вопрос в том, для чего? И вопрос в том, хотите ли вы быть на этих правах, на которых вы ему нужны. Так, предлагал я разъехаться на пару дней, потом передумал. Правильно, боится, что вы идете. Говорит, проблема только обыдающих вопросов. Современно пытаемся их решить. Нет, проблема в том, что он вас контролирует. И проблема в том, что каждый из вас использует друг друга. Потом все начинается по-новой, больше всего затрагивает его шутки, которые доводят до слез и до скандала, после которых я каждый раз прорываю собрать вещи и уйти. Но опять же, если вы не берете ответственность за ссоры и за скандалы, и ссоры и скандалы устраиваете вы, а если вас это затрагивает, то давайте подумаем, почему. А так получается, что он шутит, вас вызывает, и вы начинаете ссориться. Но это, по сути, поведение очень детское. Романтики нет в отношениях больше. Ну, надо сказать, что романтику можете создавать и вы, в том числе, тоже. Это первое. Второе, романтика, это часто ощущение собственного значения. Потому что с романтиком у меня, когда человек не чувствует себя значимым. И тут, на самом деле, нельзя ждать, что человек будет постоянно делать какую-то романтику, потому что, ну, все как бы действительно приедает, все как бы действительно входит в быт. Вот. И лучше, конечно, если вы свою потребность в значимости осознаете как отдельную и будете реализовывать ее сами, а не ожидая, что кто-то вам будет помогать в этом. Дальше, значит, сейчас он смеется над тем, как ухаживает по мной, смеется над тем, что писал мне стихи, песни о любви, говорят, что эйфорию у него прошла. Ну, все правильно. Еще раз. Не верьте идеализации. Не верьте на идеализацию. Там, где есть идеализация, там есть и обесценивание. Чем сильнее идеализация, тем сильнее обесценивание. Он хочет жить одним днем, и это спустя всего 5 месяцев совместной жизни. Вопрос в том, какой? Смотрите, такой может быть. Может быть. Мне казалось, что когда мужчины долго добиваются женщин, они это ценят. Нет. Нет. Когда мужчины долго добиваются женщин, они пытаются ее подчинить. И удержать. Но не ценят. Не могу сама решиться уйти, хоть и хочется, потому что чувствую свою вину перед ним за отношения с бывшим, за то, что терпел все мои капризы. Ну, и потому что люблю его. Не знаю, как вести себя дальше и что делать дальше. В любом случае, вы можете прямо сейчас не уходить, потому что, возможно, вам это будет и очень тяжело. Вот. Уходить сразу, возможно, не стоит. Нужно от него отстраниться. Нужно больше заняться собой и своей собственной реализацией. Вот. Чувство вины, оно у вас, скорее всего, исходит не от молодого человека, как вы и думаете. А чувство вины, скорее всего, исходит у вас от родителей, которые в детстве вас, ну, как-то вот принуждали, как-то вот прививали вам такую историю подчинить подчинение. Вот. И я думаю, что, в общем, дело, оно, по сути, всё в этом. То есть, от чувства вины такого типа нужно избавляться, потому что оно вам ничего хорошего не даёт. Кроме того, как я уже сказал, мужчины это делают исключительно для себя, а не для вас. И, как бы, ответственности здесь в вашей нет. Но, что есть точно, вот, что есть точно, это ваше чувство долга, какие-то нормы морали. Причём, учтите, что вы поступали каким-то не очень хорошим образом, да, по отношению к вашему текущему молодому человеку. Вот. Именно для того, чтобы вызвать из себя чувство вины. То есть, по-другому, вот, видите, да, без чувства вины вы бы не, ну, вы бы не отставались бы с ним. А это значит, что, возможно, вы не считаете себя достойной любви, и, возможно, вы даже боитесь строить отношения исключительно только на любви. И для вас безопаснее строить отношения на чувство вины. А это всё-таки семейная модель. То есть, семья, возможно, так было. Вот. Поэтому, впервые определитесь ещё раз, Кристина, со своими именно целями. То есть, чего вы хотите, и что вам именно нужно. Эээ... Чего вы именно желаете. Вот. И дальше уже можно будет понимать, что делать, ну, дальше уже можно будет думать, что делать дальше. А что касается того, как вести себя, то посмотрите в интернете принцип амортизации. Начните с этого. Начните с организации своего личного пространства. То есть, такого пространства, куда не будет доступа мужчине. Начните с того, что перестаньте ждать от него. И относитесь к нему, как к своему соседу, который с вами сейчас живёт. И больше полагайтесь на себя. Вот и всё. Ладно. Задайте себе вопрос. Можно ли построить отношения на чувстве вины? И насколько это здоровые отношения, и насколько это справедливые отношения. Ведь если вы хотите от него уйти, то вы уже, по сути, понимаете, что в отношениях вам не быть. Ну, по крайней мере, на данный момент. Также очень важно определить, что такое для вас любовь и как вы это понимаете. А мысли именно это, на мой взгляд, и являются одним из признаков невроза. Именно то, как вы любите. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.